Глава города заступил на пост относительно недавно, но уже сделал ряд достойных упоминаний заявлений. В числе последних, юные спортсмены достойны большего. Именно так высказался градоначальник в ходе недавнего визита в детско-юношескую спортивную школу «Гармония». Администрация спортивного учреждения скромно отметила некоторые аспекты, которые нуждаются в улучшении. Но недостаточно для того количества детей, которые у нас есть. Конечно, нужно и больше раздевалок, и всего, но мы исходим из того, что у нас есть. Исходим из того, что у нас есть. Я пришел спросить, а что нужно. «Гармония» расположилась в одном из зданий исторического квартала «Миллионка», что очевидным образом сказывается на состоянии школы. В прошлом году за свой счет родители сделали техническое обследование школы, а также заказали проект «Новой гармонии», в котором учтены все потребности спортсменов. Во время встречи некоторые из них активно выражали свое участие в будущем школы. «То есть я сам как родитель, да, то есть я готов оказать содействие, там, сказал, по какому блоку уже, да, поручил, да. Это вопрос просто планирования». Руководство детско-юношеского учреждения вкупо с родителями оказались солидарны в одном. Переехать в новое здание было бы лучше для всех, но для того, чтобы продолжать заниматься хотя бы в данный момент, нужно выполнить целый ряд технических требований. В свою очередь Виталий Веркиенко поддержал инициативу педагогов и пообщался с самими воспитанниками. «Мне нравится атмосфера. Детишки занимаются, скачут, вижу улыбки на лицах. Но это заслуга, наверное, заслуга педагогов и энергия наших детей. Но, конечно, стоит подумать о том, чтобы условия, наверное, все-таки улучшены». Глава города пообещала изучить все необходимые параметры и проконтролировать процесс переезда и выбора подходящего для юных спортсменов здания. По мнению Виталия Веркиенко, им мог бы стать один из объектов ДВФУ. Но не исключается и вопрос строительства школы с нуля. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.